А вот смотрите, вот водичка. Нет и перетопа, не бывает. Если есть песник недалекого ума, тогда бывает перетоп. Мы увидим, что там стены покрыты фольгой. То есть это отражающее, да, отражение, то есть инфракрасных плутей, да, на щиток обратно. Чтобы стены тепло никаким образом не поглощали лучевое. Фар будет у нас управляемый прямо вот отсюда, да, вот у нас есть дистанционный пульт управления. Он будет греться, если печка работает на дровах, да, и греется дымом, то вот этот щиток будет греться паром. Здравствуйте всем! Сейчас мы вам расскажем про особенности работы печников в зимних условиях. Смотрите, метель, тра-та-та, да, там ветер дует, холод, минус 20 на улице. Но работать все равно надо, куда деваться некуда, потому что... Кушать хочется. Кушать хочется, да, то есть как бы и заказчики, то есть нервничают. Поэтому работаем, работаем. Идем смотреть, как это мы делаем. Небольшенькое рабочее место, которое я оборудовала. Вот снег, метель, ну, от снега вот прикрыл тут маятник небольшой, тут небольшой верстачок. Ну, сегодня он его снегом маленько подзавалило, да, то есть небольшой верстачок, на котором происходит обработка кирпича. Значит, маятник это для сухого реза, да, то есть как бы... Ну, и вот камнерезный станок стоит прикрытый, на улице минус 20. Идет метель, вот лежит снег, да, что делаем? Убираем кирпичики, да. Он у нас мокрый станок. А вот смотрите, вот водичка. Вот она, мокрая водичка. Вот телега, на которой режем кирпич. Это мокрая вода. Я не был здесь с пятницы. Сколько сегодня? Всегда? Сегодня вторник. Ну, я вчера им не пользовался, да. То есть, ну, вот закрытый полиэтиленом. И я пилю им, минус 23, минус 25 было, я пилил. То есть, здесь, ну, телега обмерзает, конечно. Раскрой секрет, почему не замерзает вода? Вода не замерзает? Фокус-мокус. Фокус-мокус. Аккуратнее. Значит, вода не замерзает, потому что... Вот здесь вот, если мы заглянем, стоит одна единственная пена. Один киловатт мощностью. Вот такая, от плитки, керосинка. То есть, она снизу подогревает? Снизу подогревает, и вот шалаш из полиэтилена, то есть, спасает. Александр Валентинович, это совет печнику калибровать? Калибровать, да. Если хотим положить банные печи, требования к банным печам, это 3-4 миллиметра шов. И не больше, нисколько, не больше. Никаких ни 5, ни 6, ни 7, ни 8. 3-4. Это банные печи, потому что банные печи испытывают сумасшедшие тепловые нагрузки. Бывают их топят по 7 часов, там по 8, да. А потом, ну, печники говорят, ой, это у вас перитоп, это перитоп. Слово жаргонное, его из лексикона надо вообще выбросить и забыть. Я всем печникам говорю, это оставьте себе. Это как будто матершинное слово. Перитоп. Нету перитопа, не бывает. Если есть печник недалекого ума, тогда бывает перитоп. Если есть нормальный печник, перитопа никогда не бывает. То есть вот мои печи топятся по 7, по 8, по 9 часов и не трескаются. Александр Владимирович, расскажите теперь о своей задумке. Что хотел, так скажем, воплотить здесь. Про эффекты понятно, да. Что, какая будет банная печь, то есть из чего состоит. Потому что я вижу, что здесь щиток, камень. Здесь кирпич. То есть идея была, я как понимаю, высокая. Здесь идея, вообще концепт этой бани сумасшедший. Значит, ну, во-первых, вот про стены мы поговорили. Здесь тоже я создам термос, абсолютный термос, да. Вот если мы посмотрим за печку, мы увидим, что там стены покрыты фольгой. То есть это отражающее, да, отражение, то есть инфракрасных лучей, да, на щиток обратно. Чтобы стены тепло никаким образом не поглощали лучевое. То есть вот фольгой, да, то есть весь щиток изолирован от стен фольгой. Значит, стены, ну, я уже говорил, штукатурка, да, то есть будет хороший термос. И будет она побеленная, побеленная, она будет белоснежная, эта парилка. На бел будет, ну, 5-7 миллиметров толщиной. То есть печь тоже будет выкрашена в белый? Печь тоже будет выкрашена в белый цвет, но она будет просвечивать, то есть она будет белесая. То есть она будет чуть-чуть просвечивать, швы будет просвечивать. Здесь вот в этих окошечках, в рамках будут вот такие камушки вставлены, да. Что за камень? Это камень, мраморизованный доломит с талькохлоридом. То есть он будет перекликаться со щитком. Да, это вот от щитка остатки. Ну, здесь будет подсветка, подсветка, то есть каждый камушек будет освещаться. И огранка, я думаю, будет играть такой. Ну, и как алмазик. Как алмазики, да, то есть огранка такая будет играть, ну, позитивную роль. То есть я их огранил, то есть вот ограночка такая, да, у них. И вот во всех этих окошечках будут такие камушки стоять. А это вот будут светильники. То есть думал, гадал, какой формы их сделать. Но коль скоро тут все такое прямо и параллельно, да, и перпендикулярно, то решил их никак не огранять, а именно в таком виде и оставить. То есть как бы прямоугольное. Потому что сверху вот еще просится два ряда положить и сделать вот такие башенки. Башенки. То есть как бы башенки тоже украсить, как ладья в шахматах, да. То есть вот прорези в кирпиче вот уже я примерял здесь. Картонки. Значит, прорези вот такие сделать в кирпичах. Здесь, здесь. То есть как бы. И закрыть вот это дело двумя рядами вот кирпичной кладки. То есть башенка будет выше, а основной массив как бы чуть пониже. То есть тогда будет вроде бы как гармонично смотреться. В этой парилке воплощена вообще сумасшедшая идея объединить ирландскую баню и русскую баню. Значит, чем они отличаются? Климатические характеристики должны быть такие. Влажность пара должна быть здесь 60 на уровне 60-65 процентов. Температура 65-70 градусов. То есть как бы. Это соответствует климату русской бани. Значит, чтобы создать такой климат, значит, печь будет создавать конвективное тепло в этой парилке, да. То есть подача воздуха по тому же принципу осуществляется, что в большой парилке, то есть вот по этой трубе, вот вентиляционная труба, это приточная, да, вот эта приточная вентиляционная труба, она подает воздух в истопную там за печкой. Мы туда сходим потом, в истопную. А оттуда из истопной, вот по этой конвективной рубашке, воздух нагреваясь, будет выдаваться вот здесь вот в парилку. В парилку. Значит, вот здесь она запечатанная, конвективная рубашка, камнем, да. но не открытый выход наверху между кирпичным щитком и каменным щитком тоже конвективная рубашка она вот мы видим 5 сантиметров до 45 сантиметров между ними будет создаваться конвективное поле да где будет ускоренная циркуляция воздуха воздух будет нагреваться забираться внизу из парилки частично чтобы просушивать его просушивать частично вот через он тот воздухозабор и выдаваться вот здесь наверху еще одна конвективная рубашка между стенкой и вот этим щитком и что тоже она тоже она защищена то есть металлической фольгой чтобы поглотить тепловое излучение именно излучение лучи чтобы отразить чтобы стены их не впитывали а возвращались назад в щиток то есть чтобы конвективная рубашка работала эффективно эффективно то есть как бы вот там тоже фольгой обтянуты стены значит щиток тепловой щиток он будет греться если печка работает на дровах да и греется дымом то вот этот щиток будет греться паром паром значит пар будет у нас управляемый прямо вот отсюда да вот у нас есть дистанционный пульт управления сейчас он показывает но я включил его не вовремя до начала съемки дата за минуту за минуту или за полторы до начала съемки сейчас вот покажет 81 градуса то есть включаем все процесс пошел сейчас мы увидим как за одну минуту температура пара которая сюда подается в щиток увеличится в больше ста градусов значит пар который я буду подавать щиток но будет районе 200 градусов то есть 200 градусный пар нагреет этот щиток до 80 до 70 градусов смотреть температура уже 90 97 нагреть камень и получить пар уже уже больше 100 градусов температура пара на глазах уже 180 9 110 то есть температура пара очень быстро набирается значит прибор сделан специально для этой парилки значит специальная просил сделать выносной пульт управления вот этот чтобы парить не бегать да он здесь будет висеть да то есть у парильщика вот уже 120 градусов температура пара значит этот пар который нагреты до 200 градусов да то есть мы потом его здесь где-нибудь прицепим чтобы удобно было пользоваться значит вот у нас есть пара провод который проходит через щиток здесь будет установлен игольчатый кран концевой по типу форсунки да по типу форсунки запаривать веники и регулировать температуру и влажность в парилке то есть просто открываешь кран и он горит веник не загорится нет 200 градусов это нормально то есть чтобы запарить веник веник будет вот здесь в бочке лежать его вытащил и струи пара обработал то есть как бы и все и можем работать здесь щиток собран из талькомагнезита основной то есть составно то есть только магнезит до этого ряда вверху он марморизованный доломит тоже столько магнезитом да то есть и столько хлорид вот только хлорид вот эти вот вкрапления так вот вкрапление так обоих сверху могу подобрать там сюда конечно здесь уже все запечатано запечатано это щиток то есть ты декоративный элемент сколько времени уходит на нагрев вот заработала Значит, щиток нагревается до 60 градусов, проверенный позавчерашними днями, нагревается за 3,5 часа. Вот мы включили щиток 3 минуты назад, да, 4, смотрите, уже 186 градусов температура пара, которая заходит сюда. А хватает его для поддержки парилки, если основную печь не допить? Вполне. То есть, вполне ей необходимо? Значит, щиток даст лучевую энергию, начиная от 60 градусов, если мы его нагреем до 60, до 70 градусов, он уже даст лучевую энергию. А если нам надо добавить пару... Ну, то есть, грубо, каменку мы заменяем... Не надо, у нас есть игольчатый кран, да, мы открываем кран и делаем 200-градусным паром. Смотрите, уже 190 градусов, 190. Индукционный пароперегреватель сделан специально для меня, для этой парилки в Москве, да, компания Паррус, которая занимается промышленными пароперегревателями. Значит, ну, это вообще, это нонсенс, это шаг вперед, ну, совсем вот, банистроение, да, хамамы и все прочие работают на парогенераторах, которые устроены как обычный кипятильник, как электрочайник. То есть, чтобы выпарить ведро воды 10 килограмм, да, то есть, им нужно 10 киловатт энергии, 10 киловатт электричества, чтобы выпарить 10 килограмм воды, то есть, превратить в пар. Здесь, здесь, в этом паре перегревателе, чтобы выпарить 10 килограмм, понадобится всего 2,5 киловатта. В 5 раз? Да, в 4, чтобы выпарить. А чтобы догреть до 200 градусов, еще полтора. Вот 200 градусов, чтобы получить, то есть, в общей сложности 4 киловатта, я трачу на то, чтобы получить пар, но 199 градусов, это я выставил такой режим, я могу его довести до 270 градусов температурой, 270 градусов. И влажность пара при этом будет, ну, 16-20 процентов. То есть, это никак не увлажнит атмосферу, никак не увлажнит. Это создаст просто температурный такой климат, да. То есть, как бы, а если мне надо увлажнить, я могу легко это сделать там, выставив нужную увлажность пара, которую мне надо получить. То здесь же мы можем эту увлажнение? Да, я могу здесь игольчатым краном ее регулировать, да. Если я открою форсунку побольше, он начнет конденсироваться, то есть, как бы, и тогда вот влажность факела, выходящего, будет 100 процентов. Субтитры сделал DimaTorzok